ЕГЭ – выбор будущего. Именно под таким девизом в этом году предлагают провести единый государственный экзамен в Рособорнадзоре. Уже завтра его, возможно, будет сдать досрочно. Основной этап стартует в конце мая. О подготовке к нему сегодня шла речь на видеоконференции, которую провел председатель правительства Дмитрий Медведев. На связь с российским премьером вышли и главы регионов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Особое внимание в этом году планируют уделить новым методикам. Теперь единый госэкзамен – это не только тесты. К примеру, чтобы получить отличные оценки по иностранному языку, школьникам необходимо показать, насколько идеально они на нем говорят. Математику в этом году решили поделить на два уровня. Ученики, которые поступают на гуманитарную специальность, могут выбрать самый простой вариант. Изменения коснутся и других предметов. Сочинение в этом году возможности для допуска до сдачи ЕГЭ основного этапа. Все, что делается, делается в интересах наших детей. Но здесь очень важно, чтобы ЕГЭ не стал единственным инструментом оценки, как достижения учебных, достижения ученика, так и не должно быть оценкой школы. Мы перестали и не хотим через ЕГЭ сравнивать школу между собой. Это неправильно. ЕГЭ должен давать возможность ребенку показать свои способности. Бороться с телефонами и шпаргалками в этом году планируют не только с помощью металлоискателей и видеокамер. Там, где ученики будут сдавать ЕГЭ, установят глушилки мобильной связи и интернета. Председатель правительства отметил, что сейчас подготовка к единому госэкзамену напоминает операцию спецслужб. Наши материалы в регионы теперь доставляют по специальным каналам связи. Но эти меры необходимы. Школьники в разных часовых поясах стали получать разные задания, что, естественно, повысило объективность. Эти меры позволили в значительной степени снизить нарушение времени экзамена, о которых говорили до этого. Организаторы стали ответственнее относиться к своим обязанностям. Гораздо меньше стало использоваться вот именно таких устройств, как мобильный телефон, возможности скачивать ответы в интернете. В этом году только в республике итоговую аттестацию пройдут более 6500 11-классников. В регионе откроются 38 пунктов для сдачи экзамена. Причем в этом году меняются правила или выпускников техникумов. В этом году мы все-таки ставим задачу выпускника техникумов, чтобы поступали через профильные экзамены в вузах без сдачи ЕГЭ. Это основная цель наша все-таки. Выпускники техникумов уже имеют опыт, имеют мотивацию для поступления в высшую очередь в заведение. Они должны по профильным предметам, по специальностям проходить без ЕГЭ. А вторая задача – это вот в рамках сроков проведения ЕГЭ для выпускников отодвинуты сроки уже как бы в основной этап. Еще одна задача – подготовить аккредитованных наблюдателей, чтобы они не относились формально к своей работе. Только так возможно определить, готовы ли школьники стать студентами. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.